Я Саводова Максим Анатольевич. Зовут меня Булана Денис Игоревич. Толкачев Павел Владимирович. Я Кутенев Александр Александрович, 30-го, 05-го, 04-го года рождения. Уроженец города Кировска, Луганской области. Я Зубачев Игорь Константинович, 87-го года рождения, 2-го июля. Уроженец города Терек, Ставропольский край. Алексей Федорович Лобзин. Родился 13-го апреля 1980-го года. Папнов Дмитрий Александрович, 19-го, 11-го, 89-го года рождения. Проживаю Луганской области, город Красный Луч. Овсечук Алексей Анатольевич. Родился 12-го ноября 1980-го года. Луганская область, город Антрацит. Я Бурваев Евгений Николаевич. Родился в городе Красноярске, 27-го апреля 1974-го года. Я Белоненко Николай Сергеевич, 4-го, 6-го, 88-го года рождения. Уроженец Донецкой области, Маринского района, поселка Луганская. Я шеф Максим Сергеевич, 1 февраля 1991-го года. Мобилизированный, блин, 22 февраля 22-го года. Пошел на рынок, меня приняла комендатура, погрузили нас в автобус. Повезли нас в отделе в Стаханове. Через день нам вручили оружие, блин, без рожков. Был мобилизирован, точнее сказать, снят с автобуса, с рейсов в городе Донецк. Я, конечно, подозревал, что, ну там не слово, а мобилизация, я подозревал, что может такое быть. Ну, рассчитывал, что даже если вдруг призовут, я же типа якобы добровольно пришел вам по повестке сам. Думаю, даже если скажут вещи, собирает, то ему про***ть, да и все, и буду скрываться. Ну, не получилось, даже с военкомата меня не отпустили никуда. Меня забрали в милицию, ну а потом приехал военком, дал повестку и сразу меня отвезли на учебный центр в Горняк. Забирают деньги, понимаете. Затаск, вот я же говорю, я освободился, я когда освобождался с колонии, мне сотрудники нашей администрации сказали, что зэков не берут, зэков не берут в армию, все нормально, иди на свободу, кот. Я хотел оставаться там, мне еще доболтали срока, и я остался. Мне сказали, нет, там ничего не забирают, зэков сейчас осужденных не берут. Вышел, по 3 недели погулял, и шел со своей женщиной с гостей, подожди сотрудники, полиции и военкомата, и все. Запихали в автобус, не разговор вообще. Заковали в наручники, посадили в машину и повезли. Жена отправила за молоком детям на рынок. Я вышел за молоком, двое неизвестных, меня посадили в машину на рынке и увезли в неизвестном направлении. Ко мне домой приехали, 19 февраля тупо выдернули и увезли. Получил уже 3 ранения. Вот жена бьется, бьется уже почти целый год. Вот должны, как они говорят, 3-4 недели и тебя спишут. 3-4 недели и тебя спишут. Есть первый сорт людей россиян, а есть второй сорт низший, это ДНРовцы и ЛНРовцы. Ну да, люди приезжают и рассказывают нам, ну, винят нас в том, что они здесь оказались, а в том, что мы виноваты и не решили свои проблемы какими-то своими способами. Они не говорят, что они приехали за зарплату, хотя оно так и есть, потому что 200 тысяч минимум оплатят, 200 тысяч там в России и не в каждом регионе заработаешь. Потому что че чувака, вагнера. Как их? Бородатые эти все. Они просто тупо гоняют нас и все, как пушечное мясо. Как они называют нас единоразовыми. Ну вот разговор, я с тобой ставлю и говорю тебе, вот ты, Вася, что ты здесь на своей земле ничего не смог сделать, пришлось мне там жену с детьми бросать, вот приехал тебе помогать, ты мне теперь там должен, следи за мной, чтобы меня не убили. Вот, например, лично у меня спрашивали, будет ли у меня, 400 тысяч, чтобы я не ездил на передовую вообще, чтобы этот вопрос закрыт. У меня их нет. У меня болеет отец, у меня пенсионерка, мать, у меня нету столько денег. Если бы было, я бы их отдал, без вопросов, только чтобы отводили. Да, естественно, там, на всей этой машине командир ездит, там привезли новенького, с губы, да, там, за косяк, за какой-то, чтобы он на передовую не ездил, вот ездит там один, я не знаю, кто он такой, Шеллелет Круз, вот хлопца он забрал, взял, и он на нем катается, а тот, как фирмашки здесь катается. Все, конечно, все, куплено, продано. И все, круче помажешь, чем в слаще поживешь. Ну, если ты только пошел где-то с ними в разрез, то все. Они с тобой нормально, только богато им нужно. Это был, получается, с сентября 22-го, когда очень много наших полегло, ДНРовцев, ну, как мясо кидали, надо было затыкать везде дырки. Никто, ничего, когда я периодически получал ранения, меня снимали с довольствия. И, честно говоря, я даже вот не знаю, сколько сейчас получают. Я пока не получал. А как к нам ставится? К нам ставится бутылка воды на 5 человек на сутки. 4 банки тушенки маленькой, и все. И буханка хлеба. Вот так к нам ставится. Вот сам теперь подумай, как к нам ставится? Похутически. Ну, нахуй никому не нужны. Ну, нема, нема. Новые, нахуй. Новые идут. Ну, шо, обнуляет, если, б**ть, не слушайся, если, б**ть, походишь. Я шесть раз сбегал. Шесть раз я сбегал оттуда, с казачьего полка. И шесть раз меня возвращали сотрудники полиции. Ну, как они меня туда не возвращают, а забирают городил. А с городила звонят уже нашему, этому, зампотылу, там у нас хакер есть. Я писал там, бумаги все написал. Ему звонят, он приезжает, меня забирают. Меня п**ть сперва. П**ть. Потом отправляют назад, до своего родного, до зайца. Заяц, п**ть. Потом налаживают на меня штраф за то, что я убежал в 50 тысяч. 50 тысяч. И 100 тысяч я плачу ему за то, чтобы быть на правителе. Ну, и не только там, я и помогаю ему там, и жрать готовлю ему. Ну, как конь, короче. Только я посмотрел, у него, б**ть, где-то нога заболела, б**ть, у него, б**ть, в госпитале. Да, у тебя нога заболела, а тебе, б**ть, лапирамид, б**ть. Вот не обосрал, б**ть. Чтоб гузно, б**ть, зацементировало, б**ть. Вот так. Бромексин и лапирамид, б**ть. Все, б**ть, больше ничего нету. И никуда ты не выезжаешь, даже в город отлежаться, б**ть. Вот там, б**ть, полежи, б**ть, сейчас-ка. Возьми лопату, потом выйдет, б**ть. Вот так. Пошел, потом будете меня, б**ть, искать, б**ть, нахуете. Я говорю, правда, б**ть, я нигде не б**ть делал. Просто бояться сказать вам, б**ть, это все в лицо, б**ть. Когда сдался, я бросил автоматы, сдав, вот, пять рожки, все. Говорю, пристрелить мене, а они говорят, зачем ты нам нужен, пошли со мной будешь еще жить. Меня это очень поразило. Я думал, меня пристрелят, или будут катывать, или отрежат конечности. Мне такого ничего не зробило. Это перевернуло мою думку, ну, первый раз. Потом, потом думал, привезут, будут отрезать в ухо, или что-то, что я не знаю, правда, что я знал, я все показал. Правда, ничего не отрезали. Это меня второй раз поразило. Потом все время давали воды, погодувал. Относились не так, как нам говорят по телевизору. Наша пропаганда, которая там, ВНР, ДНР. Я доволен, например, что я сейчас попал к вам. Я хочу, я не хочу, например, я говорил парням, что я не хочу на обмен. Я лучше сижу здесь срок и буду жить в Украине. Мне испоганили, блядь, мне испоганили всю жизнь. Я нормально работал. Вот честно, я не то, что там, что камера там или нет. Я тебе просто как человеку. Может, меня и убьют, блядь. И, значит, заслужил. Ну, вот просто обосрали жизнь. Что я думаю? Можно прямо матом сказать? Я думаю, что они г***ные. Если им надо воевать, русский мир, товарищи, мне и при Украине не х*** жилось, блядь. Так что, пацаны, думайте, надо оно вам или нет, нах***. Да я не хочу туда возвращаться, там беспредел. Там беспредел, там нема нормального, ничего. Так что, пацаны, я думаю, что это не так, что это не так, что это не так, что это не так.